Славянские общественные активисты и представители организации «Сильные громады Донеччины» провели небольшой пикет у здания городского совета. Главной целью собрания было не дать разворовать городской бюджет с помощью теневых тендерных закупок. В Мариуполе, например, это 3 тысячи гривен, в Краматорску 10 тысяч гривен. И что делает Славянская міськая рада? Она говорит о том, что мы будем установлять в порядке 50 тысяч гривен. Явно вводящие больше закупок в этой городе для громады Славянская в тень, чтобы снова начать использовать старые схемы. Поэтому мы требуем, чтобы Славянская міськая рада приняла положение, при котором мы хотим от 10 тысяч гривен. А мы видим, что в Мариуполе, которое в 5 раз больше, за количество населения, а так же и бюджет там больше в разы. Цей бюджет принимается с 3 тысяч гривен система прозора в Мариуполе. По информации общественного ТВ Донбасса, внегласным аргументом городского совета, почему до сих пор не приняли пороговую сумму, является бумажная волокита. Якобы неудобно проводить публичные электронные торги с суммами меньше 50 тысяч гривен. Когда создается коррупционогенная среда, когда вместо системы электронных закупок параллельно рассматривают вопрос о создании тендерного комитета, который, видимо, будет выбирать лучших поставщиков или нужных поставщиков скорее, то это, безусловно, криминальное правонарушение. И сегодня здесь присутствовал руководитель местной прокуратуры. Я думаю, ему будет вдвойне интересно сегодня после сессии, потому что многие по садове особой местного самовредования в Славянске наговорили, наверное, на производство криминальное. Наши журналисты продолжают следить за ситуацией по внедрению системы публичных торгов прозора в Славянске. Кристина Терещенко, Дмитрий Персин, Общественное телевидение Донбасса.